МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Воженина. Смотрите сегодня. По трапу самолета на руках в Чебоксарском аэропорту не оказалось оборудования для спуска паралимпийца-легкотлета. На любой вкус и размер в Чебоксарах открылась 9-я межрегиональная выставка «Картофель-2017». Темная история. На новой дороге по проспекту Айги до сих пор нет освещения. В Чебоксарах обсуждают перспективы развития картофельной индустрии. Лучшие сорта второго хлеба представили на межрегиональной выставке. Она проходит в девятый раз подряд и объединяет не только производителей семян, но и разработчиков средств защиты растений. Какие новинки представили селекционеры и насколько скоро в Чувашии начнут выводить собственные сорта картофеля, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Фиолетовые, красные, желтые клубни размером с грецкий орех и теннисный мяч. На эту выставку привезли более 200 сортов картофеля на любой вкус. В этом году здесь собрались более 80 участников из 20 регионов страны. Представили свои селекционные разработки и белорусские аграрии. Давние участники вашей выставки. Спасибо, что приехали. И давние друзья. Чувашии. Братский народ. Да, работаем с рядов хозяйств. В Российской Федерации сколько там тысяч продаете семена в картофеле? 6 тысяч на уровне Германии. Каждый год картофелеводы выводят десятки новых сортов. На рынке реализуют семена, которые уже не боятся влаги, холодов и даже вредителей. Но большинство потребителей делают ставку на вкусовые свойства картофеля. Из старого хлеба возможно приготовить огромное количество блюд. Лучшие рецепты увидели участники и гости на выставке. В мире культивируется более 200 блюд из картофеля. Из них, наверное, стоят и чувашская курица. Мы тоже стремимся. Раньше у нас чувашки, дойка из картофеля готовили, все картофельное. Перемеч. Гиражки с картофель, где мы много. Перед селекционерами стоит непростая задача – снизить зависимость производителей картофеля от импортного посадочного материала. Большинство элитных семян сейчас завозят и за рубежом. Стоимость их уходится одного килограмма 60-70 рублей. Это дорогое удовольствие. Поэтому наша задача – снижать себестоимость семян и элитной репродукции, для того, чтобы в конечном итоге больше прибыли получили наши земледельцы картофелеводов. Этот спрос заставляет наших производителей постоянно в динамике работать на совершенство. Элитные сорта начнут производить в республике. Уже в этом году в Чувашии заработает селекционно-семеноводческий центр в Яльчихском районе. До конца этого года в селекционном центре намерены произвести более 80 тонн посадочного картофеля. Какая работа проведена и какие результаты получили? Результаты нулевые пришли. Мы их на вирус сдавали. Здесь они чистые. В частности уже продаем супер-элитную и производим элитную. У картофелеводов республики большие планы. В этом году сельхозтоваропроизводители намерены собрать рекордный урожай второго хлеба. Поддержка аграриев увеличится. Касаясь растеневодства, динамики к уровню прошлого года выделяем на 32% больше средств. Несмотря на те сложности, которые есть. Есть всеобщее признание, что Чувашия это картофельная страна. Так мы ее называли, когда возникла идея организовать вот эту межрегиональную выставку. Для науки это важно. Мы имеем площадку, где мы можем популяризировать, демонстрировать наши новые селекционные достижения. А важно для взаимодействия с агробизнесом. Эксперты говорят, что сейчас необходимо делать ставку не только на производство семян. Выигрыши останутся те, кто наладит глубокую переработку картофеля. Спрос на такие продукты растет с каждым днем. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Республиканский бюджет Чувашии на 1 марта исполнен по доходам в объеме более 5,5 миллиардов рублей. Это на 26 с лишним процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Минфин республики. Собственные доходы республиканской казны составили 2,8 миллиарда. Рост по сравнению с январем-февралем 2016 года – 36 процентов. В среднем на 40 процентов увеличился объем налоговых поступлений. При этом налог на прибыль организации превысил полмиллиарда рублей и вырос по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем на 80 процентов. Значительный рост поступлений налоговых доходов обусловлен погашением задолженности по организациям, входящим в группу концерна «Тракторные заводы». Объем безвозмездных поступлений в бюджет Чувашии – 2,8 млрд. рублей. Расходы казны к 1 марта 2017 года составили 4,150 млрд. рублей. Из них на социальную политику – 1,7 млрд. рублей. Образование – около 1,5 млрд. На выездном совещании антитеррористической комиссии обсудили деятельность органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма. Особое внимание было уделено антитеррористической защищенности объектов высокой категории опасности. Заслушав отчеты руководства администрации Алатарского района и города Алатаре, Михаил Игнатьев потребовал в ближайшее время завершить в муниципалитетах программу «Безопасный город». Особый акцент на обеспечении антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов социальной инфраструктуры. 28 февраля в Чебоксарском аэропорту, принадлежащем компании «Международный аэропорт Чебоксары», произошел инцидент с участием спортсмена-паралимпийца. Замир Шкахов спустился по трапу самолета на руках, так как на территории воздушной гавани не оказалось необходимого спецоборудования. Следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку. В резонансном деле разбиралась наша съемочная группа. Это видео облетело все федеральные каналы и новостные источники. Паралимпийц, который пытается самостоятельно покинуть самолет, и сотрудники, которые стоят на улице и не предлагают помощь. На самом деле ситуация не так однозначна. Этим же рейсом на соревнования прилетели и другие спортсмены-инвалиды. Их всех доставили в здание аэровокзала без происшествий. Конфликт возник лишь с одним человеком. Сотрудники аэропорта пытались оказать ему содействие, но получили отказ. Пассажир отказался пользоваться нашими услугами, нашей помощью и изъявил желание самостоятельно спуститься с борта воздушного судна. Существуют сотрудники, которые обучены по работе с данной категорией пассажиров. Существует бригада, которая помогает данным пассажирам при транспортировке. А вот как прокомментировал предоставленную помощь сам Замир Шкахов. Я просил их медперсонал, который обучен тому, чтобы как-то взаимодействовать с инвалидами. С посылки, да? Да, естественно, но они меня не поняли, видимо. Они пригласили женщину и сказали мне, видишь, чем она вам поможет? Я сказал, видимо, ничем. Мы не требуем к себе особого отношения, мы требуем просто безопасности. Паралимпийцы отмечают, условия для людей с ограниченными возможностями должны быть созданы везде. В том числе и в аэропортах, и на самих воздушных судах. Представители аэропорта считают, к инциденту причастен авиаперевозчик. Авиаперевозчик должен был сообщить, так скажем, авиапредприятию о данных пассажирах. Этого сделано не было. Пассажир попросил специальную, так скажем, коляску для передвижения по воздушному суду, которую должен был обеспечить авиаперевозчик. К сведению, в аэропорту знают о проблеме отсутствия спецподъемника. И уже есть решение. Амбулифт установят к 1 сентября этого года. Кто прав и кто виновен в сложившейся ситуации, предстоит выяснить следственным органам. Проверка уже начата. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Транспорт пустили, а освещение не включили. Это про новую дорогу Фучик-Айги в Чебоксарах. Такие недоработки, как отсутствие освещения и пешеходных переходов, уже привели к жертвам. В феврале там насмерть сбили женщину. Ольга Пырочкина подробнее. 62-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте напротив дома номер 15, дробь 10 по проспекту Айги. Ее насмерть сбил автомобиль ВАЗ-2106. Возможно, трагедии бы не случилось, если бы женщина шла по пешеходному переходу, а водитель вовремя ее заметил. Однако переходов у остановки, где произошла авария, поблизости нет, а дорога никак не освещается. А вот картина при свете дня. Пешеходы предпочитают рисковать вместо того, чтобы делать крюк в 200 метров. Остановка здесь. Все мамы, все идут сюда. Так удобно и короче дорога. Никому неудобно идти вот так вот здесь 100 метров, поворачивать и опять идти к остановке. Я иду с ребенком в магазин. Мне вот так вот круг идти еще наверх в гору. Естественно, я на свой страх и риск здесь сокращаю дорогу. В управлении ЖКХ и благоустройство города, которое обслуживает дорогу, отмечают все согласно проекту, который прошел госэкспертизу. Хотите дополнительных переходов? Обращайтесь, подумаем. А за светом к генподрядчику. Расстановка дополнительно пешеходных переходов по просьбам будут рассмотрены, потому что есть моменты, когда летом планируем устанавливать дополнительно светофорные объекты. Единственное, что на данный момент здесь является у нас сегодня проблемой, о чем мы писали неоднократно письмами. Это генподрядчик, который у нас же является и электроснабжающей организацией СУОР, на данном объекте, не передал до сих пор наружное освещение в горсвет на обслуживание. Представитель генподрядчика, в свою очередь, ссылается на управление ЖКХ. Мол, изучайте документы. Что касается наружного освещения, на сегодняшний день компания СУОР, как ресурсоснабжающая компания в части электрических сетей, передала на изучение в МБУ ЖКХ города, Чебоксар, образец договора, по которому мы ждем от МБУ ЖКХ либо протокол разногласия, либо подписанное соглашение на отпуск электроэнергии для запитывания наружного освещения. Пока организации выясняют отношения, не допустить новых жертв пытаются в ГИБДД. Мы в вечернее и в утреннее время, когда у нас интенсивное движение пешехода, посылаем сюда экипажа. Экипаж отрабатывает данный участок дороги, они проводят определенную работу по предупреждению ДТП. Отделом ГИБДД УМВД по городу Чебоксары составлен протокол в отношении юридического лица ООСУОР. Если освещение не появится в ближайшее время, следующий шаг – прокуратура. Ольга Пырычкина, Мальвина Петрова, Расиль Мухаметов, Республика. В Новочебоксарске подвели итоги конкурса школьных газет «Школа Пресс-2017». Его уже в одиннадцатый раз проводит газета «Грани». Юные журналисты из девяти регионов страны представили 150 школьных газет на суд экспертной комиссии. Среди призеров оказались и ученики Большесундирской школы. С будущими коллегами познакомились наши корреспонденты. В редакции газеты «Школьная пора» – все по-взрослому. 20 сотрудников, еженедельные планерки и серьезная подготовка к ежемесячному выпуску. Одни пишут стихи, другие готовят статьи и репортажи. В газете освещаются самые интересные и актуальные события вне классной жизни школы. А главные герои – учителя и одноклассники. Школьная газета необходима каждой школе. Там можно написать обо всем, что происходит в школе. И каждый ученик пробует свое перо. Мы принимаем любую заметку. Даже учащиеся начальных классов предоставляют стихи. Может быть, районную газету это бы не приняли, но мы принимаем все, исправляем и даем шанс каждому ученику. Такой подход вселяет в учеников веру в свои силы. Многие из них в дальнейшем хотят связать свою жизнь с журналистикой. А опыт в создании школьной газеты – хорошее подспорье для будущего профессионала. Наш успех заключается в том, что мы работаем командой сплоченно. У нас присутствует креатив, творческие люди, новые взгляды, идеи. И это все создает общую картину. Победа в таких серьезных конкурсах вдохновляет ребят на новые интересные идеи. Сейчас они работают над новым выпуском газеты. Он будет посвящен Международному женскому дню. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь и желаю всего доброго. А вас ждет полезная и интересная информация. На выставке картофеля у прилавка фермерского хозяйства «Энеш» как всегда ажиотаж. Приготовленные по старинным рецептам квашеная капуста, моченые яблоки, соленые огурцы, помидоры и другие соленья расходились на ура. Вкусную продукцию от известных овощеводов Семеновых уже давно знают не только в Чувашии. Ее полюбили и в соседних республиках Мариэл, Татарстан. У «Энежи» там свои рынки с бытом. Секрет прост. Никакой химии. Весь процесс производства от выращивания до прилавка основан на экологически чистых технологиях. Забытый вкус детства. Так часто говорят о продукции покупатели. Мы работаем по девизу «Качество». Качество во всем. Именно поэтому нашу продукцию везде любят, везде покупают. И мы только поэтому достигаем таких успехов, которые наши предприятия, которые вы сегодняшний день видите. Крестьянское хозяйство Василия Семенова находится в Козловском районе. Существует с 99-го года. На пашне в пойме реки Аниш фермеры выращивают картофель, капусту, огурцы, томаты, землянику, зерновые культуры и не только. Будем продавать рассаду овощей. Это и капуста, и кабачки, и тыкву, томаты, перцы. Их можно будет приобрести уже в начале мая на Николаевском рынке в 35-м павильоне. По Чувашьей республике мы будем выезжать в рыночные дни. Ежегодно «Энежи» расширяет ассортимент выращиваемой продукции. Параллельно ищет новые рынки сбыта. Свой имидж поставщика качественной овощной продукции высокотехнологичное хозяйство поддерживает с помощью передовых технологий и современной техники. Недавно построили современное овощехранилище на 2200 тонн продукции. Словом, фермеры идут в ногу со временем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова